В эфире областного телевидения информационное шоу «События итоги дня». И у нас в студии знаменитые пранкеры, люди, которые сделали телефонные розыгрыши респектабельным занятием. Алексей Столяров. Он же пранкер «Лексус». Известен, потому что участвовал в записи телефонных пранков таких персон, как Петр Порошенко. Эрдоган, Джон и многих других политиков и звезд шоу-бизнеса. И по скайпу его партнер Владимир Кузнецов. Здравствуйте. Мы вас слышим, это прекрасно. Здравствуйте. О, теперь еще и видим. Пранкер Вован у нас в студии по скайпу. Почему вы, перед тем, как мы покажем фрагмент из вашего свежего франка, почему вы к этой тетеньке прицепились? Это скорее побочный. Потому что это второй пранк. Лепопова было мало, а теперь Чунга-Чанга. Знаете, это побочный эффект из того нашего проекта, который сейчас мы запустили, такого мирового уровня. И, наверное, это потому, что такой опробованный уже материал был в нашей истории. А, ну то есть телефон есть, чего вы не позвоните? Ну да, да, и мы решили просто с нее такой старт сделать. Давайте посмотрим фрагмент из свежего пранка Вавана и Лексуса. У нас прекрасная забастовка за климат в поддержку экологии острова Чунга-Чанга. Тысячи людей пришли навстречу со мной, чтобы вместе выступить против загрязнения и за спасение нашей планеты. Я очень рада, что мое дело находит такую поддержку. На прошлой неделе я была в Калифорнии. Там так здорово. Спасибо, я очень рада, что ты приехала в мой штат. И, конечно же, я знаю о тебе все. Здравствуйте все. Это конгрессвумен Максим Уотерс. И я очень рада, что разговариваю по телефону с Греттой Бетберг. И я очень рада, что она с вами в Северной Каролине, где вы собрались на защиту очень важного острова Чула-Чанж. Вот просто это сайт вопрос, что называется, почему Бетберг-то? Ну это же она сказала. Нет, я понимаю, а вот с ней-то что происходило? Она не понимает, о чем идет речь? Ну она сказала вначале, что я знаю все о тебе, Грета, но такую мелочь, как фамилию Грета, она, видимо, не запомнила. Не осилила, не осилила. Алексей Владимир, вы же читаете Вашингтон-Пост по утрам? Бывает. Да, и не только Нью-Йорк, пост Вашингтон-Гардиан. Да, вот вы же прочитали розыгрыш, я цитирую Вашингтон-Пост, розыгрыш русскими троллями. Конгресс-вумен Максим Уотерс направлен на подрыв и дискредитацию Соединенных Штатов. Написал Вашингтон-Пост про вас. Крутые вы, ребята. Ну, дело в том, что уже про это писали многие мировые издания, там, не только Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс. Это уже такая история минувших дней, поэтому ничего не удивляет. Но я хотел бы просто здесь узнать, в чем подрыв-то именно. Там экономика у них подорвалась. Но тут и ран недавно. Вы выставили конгресс-вумен совершенно идиоткой. Но тут не надо было стараться, понимаете? Дело в том, что ее Трамп называл идиоткой, да? Более того, Трамп один из наших пранков цитировал у себя в Твиттере. Как раз, по-моему, не с ней, а с каким-то... А, с таким же демократом. Адамом и Шифом. Почему вы беретесь не за депутатов Государственной Думы? Там идиотов хватает тоже, поверьте. Согласен. А за американских конгрессменов и конгрессвуменов, а также сенаторов? Давайте начнем с того, что это проект, он мирового уровня. Он предназначен в первую очередь как раз для англоязычной... Тогда рассказывайте про проект. Смотрите, мы поняли, что нужно как-то расширять рамки для всего мира. И поэтому этот проект, это же ведь перевод, это российская версия того, что мы сейчас увидели. Да, наш общий знакомый Гоблин постарался. Да. А на самом деле, больше всего просмотров, больше всего аудитория смотрела именно англоязычную версию. И поэтому, если мы возьмем какого-нибудь депутата Госдумы, то его будет совершенно неинтересно смотреть там. То есть вы работаете... Владимир, вы с нами? Вы работаете на международную аудиторию, получается? Сейчас, да. Мы хотим несколько увеличить свое присутствие за рубежом. Именно в США, в Великобритании. У нас как раз очень много контента под это. И почему бы нет, почему бы не расширить свое влияние. Слушайте, когда не корпорация, а Росатом говорит, а два пранкера говорят, мы хотим увеличить наше присутствие за рубежом. Вы страшные люди, что я вам неоднократно уже говорил. Да, и у нас второй раз вот такая же композиция. То есть один смелый приходит в студию, второй шифруется. Второй в Москве, да. Да, второй шифруется, что не приходит. А я не в Москве сегодня, сегодня не в Москве. Я даже не рискну спросить, где. На задание. На задание. Насколько сложнее работать с американской аудиторией, чем с нашими, например, людьми, чью психологию вы, наверное, лучше понимаете? Да, в принципе, с ними работать интереснее, я бы сказал. Но тут, наверное, проблема в том, что понятно, что мы говорим не на русском. Ну и, естественно, проект посвящен одной юной девочке, которую мы все знаем, которая не так давно очень сильно нашумела во всем мире, а именно Грети Тунберг. Соответственно, мы ввиду особенностей голоса не могли быть Гретами. Вот поэтому приходилось для нашего проекта искать девушек, которые бы сыграли ее роль. И за все вот эти праздники... Подождите, да Грета у нас будет постоянным персонажем? Грета у нас в этом проекте постоянная, да? У нас проект называется «Звезды спасают Землю». То есть проблемы климата и общения с мировыми звездами, с мировыми политиками, и как они реагируют на проблемы глобального потепления, и вообще на все остальные проблемы. Вот как раз Грета самый лучший персонаж. Причем Грета же уже как-то отреагировала, насколько я понимаю. Я опубликовала у себя в Инстаграме то, что от ее имени пытаются связаться, но это никак ничего не поменяло. Вот вчера, допустим... Но это было в ноябре. А вонки продолжаются до сих пор. Вчера до двух часов ночи мы общались с одной известной звездой, там, обладательницей Оскара, час где-то. Час? Да. Она общалась с Гретой. Но это была не совсем как бы нормальная беседа, потому что мы на самом деле были шокированы. То, что говорила эта дама прекрасно, она читала какие-то заклинания, чтобы изгнать Трампа из Белого дома. То есть мы были шокированы. Действительно, такого еще никогда не было. Не, ну это Голливуд. Они ненавидят республиканцев, ненавидят Трампа, там страшные демократы. Ну, еще никто не считал против Трампа. Вы монетизируете это рекламой на Ютьюбе? Ну, сейчас мы планируем, вот, скажем так, существуем на свои средства и плюс на средства тех людей, которые нам неравнодушны. То есть мы будем, ну, во-первых, западная аудитория, монетизация от просмотров, она гораздо больше, чем российская. То есть у нас в основном, мы по последнему видео смотрели, процентов 90, ну это почти миллион, да, это все западная аудитория, это все американцы. То есть там российской аудитории очень мало. Это только первый выпуск. А то, что мы планируем дальше, у нас громкие прям такие бомбы, сенсации будут. Там во второй выпуск готовится, третий. Вы понимаете, что вот вы стоите в один ряд с русскими хакерами, которые влияют на американскую внутреннюю политику. Вот что русские хакеры там им выборы испортили, теперь вы им выборы испортите вдвоем. Ну, мы вас в лицо хотя бы знаем. Вот это, кстати, странно. Я жду, когда будет тот момент, когда ребята в Килистане. У нас в основном акцент на звезд шоу-бизнеса будет, именно мировых звезд. То есть уже, я не скажу, что вот взять какую-нибудь певицу там молодежную, ну как здесь придраться, что мы тут вмешиваемся в какие-то политические дела. Будут, конечно, политики, ну куда без них. Но основной акцент будет именно на каких-то культурных... Да, мы от политики уже в последнее время, ну, относительно устали. Она будет, но она будет так, дозирована. Понимаете, вот как сказала Ксюша вначале, вы люди, которые сделали пранк респектабельным занятием, ну, в профессиях практически, и тогда вот... Людям задают следующий вопрос. Как стать пранкером? Не надо. Школа, не надо, не надо, говорят. Видите, там ведь человек, который изобрел ядерное оружие, да, он же никогда не знает, как оно будет использоваться. А потом пожалел об этом. И мы точно так же, наверное, придерживаемся этой же самой логики. Кого ты можешь научить, мы же не знаем, как этими знаниями человек будет пользоваться. Может, он захочет это использовать в своих каких-то чисто корыстных целях. А вы уже говорили об этом, что, в общем-то, несложно позвонить куда-нибудь на биржу, и биржа ляжет потом? Теоретически это можно сделать. Мы даже представляем, как это сделать. А, ну то есть схемка-то в голове уже нарисована. У нас, вы знаете, за эти годы столько различных схем выработалось. А сколько стоит ваша телефонная книжка с телефонами? Неужели вам не предлагали ее продать? Я думаю, она прилично стоит. Там многие редкие телефоны и президентов, и звезд, и влиятельных людей, которые... Причем, кстати, мы не покупали, мы их сами доставали. Но мы никогда не оценивали в каком-то эквиваленте валютном. А бывало ли такое, что поступали угрозы, например, в ваш адрес? Ну, какие-то серьезные угрозы, не статья в журнале? Статья в журнале? Ну, в США это угроза, практически. Если вас ведущие какое-то демократическое издание обвиняют в вмешательстве, то, наверное, это что-то уже такое не очень хорошее. Не, таких прямых, конечно, не было. Ну, потому что мы общаемся, в принципе, с публичными людьми, и им только еще хуже для себя каким-то образом нас там давить или требовать, чтобы какой-то материал не выходил. Хорошо, тогда у нас просто время выстекает, поэтому запланированное ваше признание о том, что вы такие являетесь полковниками ФСБ, мы перенесем на следующий наш с вами эфир. Спасибо большое. Будем создаться вашими франками. И через пару минут у нас в эфире самые настоящие коллекторы, которые расскажут, как правильно с коллекторами общаться.